Мосэнерго. Это 15 электростанций, которые обеспечивают 50% всей электроэнергии и 90% отопления в Москве и Московской области. Свет и тепло от компаний получают 15 миллионов человек. 54% акции Мосэнерго принадлежит Газпрому. Это удобно, потому что материнская компания поставляет дочке газ, на котором работают электростанции. Мосэнерго продает тепло и электричество. Однако всю прибыль компании приносит именно электроэнергия. Ведь тарифы на тепло государство держит на уровне себестоимости компании. История компании началась с приходом советской власти, когда было создано Московское объединение государственных электростанций. В 1932 году его переименовали в Мосэнерго. В начале 2000-х в России прошли реформы энергетической отрасли. Мосэнерго разделили на 13 обществ, а компании оставили лишь управление электростанциями. Передачу и продажу энергии населению передали другим компаниям. В 2005 году 7 миллионов жителей Москвы остались без света из-за аварии на электростанциях. Чтобы не допустить повторения, государство стимулирует модернизацию отрасли через повышенные тарифы ДПМ для новых электростанций. В рамках ДПМ Мосэнерго построила 7 энергоблоков, увеличила мощность генерации на 20% и теперь получает хорошую прибыль от высоких тарифов. У Мосэнерго сильные конкурентные преимущества. Во-первых, компания – ключевой поставщик электричества и тепла в Москве и Московской области. Это наиболее развитые регионы России. При кризисе потребление энергии в них будет падать в последнюю очередь. Второе преимущество Мосэнерго – качественные активы. Треть энергоблоков новые, не старше 2010 года, а остальные постоянно модернизируют. Но и риски у компании имеются. Первый – потребление электричества растет медленно, а цены регулируются государством, поэтому резкого роста выручки ждать неоткуда. Второй – треть прибыли Мосэнерго приносит повышенные тарифы по ДПМ-1, которые постепенно заканчиваются. Они будут замещены новыми тарифами ДПМ-2 за модернизацию в 2024-2027 годах, но лишь частично. Таким образом, без новой программы ДПМ-3 компания потеряет до четверти прибыли к 2027 году. Третий риск – высокие расходы на новые электростанции и ремонт старых. Поэтому динамика акции Мосэнерго зависит от изменения тарифов и потребления электроэнергии в Москве и области, от расходов на модернизацию станций, а также от соблюдения дивидендной политики, согласно которой 50% прибыли идет на дивиденды.